Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы в гостях на базе «Факела». Наша команда на этой неделе впервые собралась у себя на базе и провела первые тренировки. И на наши вопросы сегодня отвечает главный тренер клуба Павел Гусев. Здравствуйте! Здравствуйте! Что можете сказать по итогам первой части чемпионата? Насколько команда выполнила свою задачу и над чем предстоит еще поработать, чтобы решить окончательно поставленную задачу? Ну, то, что касаемо результатов, проведенных осеннего отрезка, то та задача, которая стояла изначально перед командой, занять первое место и выход в футбольную национальную лигу. Команда ее выполнила, имея небольшой задел в весенней части перед своими конкурентами. На четыре очка мы опережаем Рязань и на девять очков опережаем идущий третьим команду Тамбова. Если брать и анализировать проведенные игры, то в тех 20 играх, которые команда с спортивной точки зрения, хороший результат показала, не потерпела ни одного поражения, 16 побед, 4 ничьих. Но, анализируя все это, нужно сказать, что были игры, ну скажем так, более яркие по содержанию и по результату. Были игры, которые, ну скажем так, есть вопросы у руководства клуба, тренерского штаба по качеству игр. По качеству игры. Где-то мы в некоторых играх, допустим, в играх, где мы набирали очки, могли их терять. В тех четырех играх, которые мы сыграли в ничью и потеряли очки, могли, наверное, сыграть лучше. Но это все, скажем так, относительно. Вот мы, допустим, взяли в выигранной игре с Калугой здесь у себя дома, забили мяч в добавленное время. При неплохом качестве игры. А потеряли очки, допустим, играя дома с тем же Витязем. Мы имели преимущество, вели в счете и практически у Витязя не было ни одного момента. В конце игры там тактическая ошибка, и мы пропустив мяч, потеряли очки. Если брать в общем, с точки зрения результата, я как главный тренер удовлетворен. С точки зрения качества игры и вопросов по плану на игру, по его выполнению, были нюансы, которые есть. Но это рабочий момент, и без этого быть не может. Есть с точки зрения результата и то, что было предшествовало началу чемпионата, я скажу, что команда показала, ну, скажем так, хороший результат. В чем нюансы эти заключаются? Нюансы заключаются в том, что приняв команду, было очень мало времени до начала чемпионата. Очень мало времени. Мы даже не проводили выездной сбор, проводили его здесь, условием своей базы. Ну, благо, руководством клуба были созданы все условия. И большая группа игроков, которая приезжала сюда на просмотр, у нас была возможность просмотреть их и принять решение, достойно он играть в команде «Факел» или нет. Та большая ротация, которая была проведена в межсезонье, ну, в силу каких-то объективных причин, потому что из прошлого состава многие ребята до моего приходов в команду «Факел», когда я принял команду, уже многие покинули команду, многие были травмированы. И приходилось в таком в авральном порядке, в сжатые сроки компликатовать команду. Ну, считаю, что мы с руководством клуба, и вот президент клуба очень активно участие в этом принимал, создали неплохой коллектив, коллектив единомышленников, которых смогли мы все вместе, и клубное руководство, и руководство команды объединить, и зажечь этой целью, что кроме первого места для нас другого нет. Хороший микроклимат в команде, что и приведет к такому результату. Проблема была в том, что многие ребята у нас пришли в межсезонье, скажем так, в разной степени готовности. Многие пришли уже на флажке заявочной кампании. Ну, не на флажке, а перед началом непосредственно чемпионат. Начинался уже, и они пришли уже буквально в последний момент. Пришли многие из других команд, которые не имели в тех клубах игровой практики. Пришли в разной степени готовности. И вот сжатые сроки, и вот эти факторы, они в какой-то степени, в каких-то играх влияли на качество игры, на результат. Ну, по ходу подготовки, по ходу уже чемпионата все, вырисовывался рисунок игры. Они привыкали к моим требованиям, я изучал их потенциал. Благо то, что мы вышли в этой ситуации с наименьшими потерями. Потом сказались на качество игры в некоторых играх. Очень сложно, хотя я понимаю прекрасно, что все играли в одинаковых климатических условиях, все команды. Но пришлось очень сложно, вот пару месяцев стояла очень такая сильная жара в Воронеже и в других регионах. Все это сказалось. И по ходу у нас нагрузка в основном ложилась на основной состав. Но есть принцип в футболе простой. Выигрышный состав не меняется, да, и команда удачно стартовала. В первых семи турах одержала семь побед при том, что не пропустила ни одного мяча. И состав, ротации состава практически не было. Играл стартовый состав, который начинал чемпионат. Ну, в принципе, соблюдали мы это все. А потом по ходу нагрузка большая на ребят стартового состава. И стали там где-то один-два, получали травмы, серьезные травмы игроки основного состава. Выбывали, хотя у нас, я считаю, что у нас равноценный состав. Ну, как бы это ни было, опять требовалось время, вводится новый игрок в состав. Нужно было все-таки. И у игрока до этого не было. В силу вот этих причин, которые я сказал, что выигрывает команда, состав не меняется. Было меньше игровой практики. И требовало время опять сводить воедино. Но, тем не менее, я считаю, что мы достойно вышли с этой ситуации и показали неплохой результат. Те моменты, которые нас не удовлетворяли, и мы понимали это все, и анализировали ситуацию. С учетом этого, и с учетом того, что, ну, скажем так, некоторые ребята уже покинули нашу команду в силу разных причин, мы, естественно, что видели проблемные места в игровом плане и ввели селекционную работу и продолжаем ее вести. А так я буду удовлетворен. А если говорить в целом о чемпионате, были ли какие-то неожиданности, может быть, со стороны других команд? То есть вот сейчас только распределены команды в турнирной таблице. Это можно было там заранее как-то прогнозировать или предвидеть? Или это все-таки немножко неожиданный расклад? Или были какие-то моменты, которые действительно, ну, стали для вас там сюрпризами в этом сезоне? Ну, я скажу, что таких особых, неожиданных, ну, пожалуй, наверное, к приятным неожиданностям для болельщиков команды Рязани и Лиски, наверное. Лиски, ну, традиционная команда, которая, ну, занимала места там ниже 10-го места, да, очень ровно прошли эту дистанцию и шли все время в лидирующей группе и продолжают оставаться там приятно, удивили, да. И, скажем так, Рязань, ну, я понимал и знал, что амбициозный тренер, там, команда неплохо укомплектована, то, что они тоже очень ровно прошли, это тоже можно отнести, ну, скажем, не к сенсациям, но неожиданности. А то, что там Вов они декларировали и продолжают декларировать, что они, у них стоит задача выход в ФНЛ, в ФНЛ, поэтому все прогнозируемо и то, что тут Липецк недалеко находится, всегда в Липецке хорошая команда была. Ну, наверное, ниже своих возможностей, по сравнению с прошлым годом, если в прошлом году они были вторыми серебряными призерами, ниже своих возможностей, на данном отрезке выступил Витязь, Подольский, немножко, наверное, ниже своих возможностей, Пенза, все, хотя по потенциалу игроков, которые были у них в составе, они должны быть выше немножко, все. Ну, у каждого своя история, у каждого свои задачи, цели, все, мы смотрим, да, наши показатели. Вот этот отпускной период сейчас, который был, это вообще футболисты были без футбола или все равно так или иначе они каким-то образом были? Нет, ну, без футбола это сложный период, большой период, вот между переходом на осень-весна, проведение чемпионата, сложный период, потому что от завершения и до начала пять месяцев, да, и сложно, конечно, и спланировать, и подготовительный период, и полноценно провести отпуск. Полноценно они провели, потому что пауза слишком велика. Но без футбола они не остались, потому что уходя в отпуск, мы об этом с ребятами говорили, предупредили их, они получили определенное задание, что они должны делать, двигаться, готовить себя, поддерживать, выполнять поддерживающую работу, потому что я предупредил их, что когда команда выйдет с отпуска, на раскачку будет мало времени, сразу начнется работа, серьезная работа. Хотя время позволяет, допустим, там, два с лишним месяца подвести команду в оптимальном состоянии к началу чемпионата. Но предупредили, и они, нужно отдать им должное, вышли вот визуально за эти дни, которые мы, третий день мы работаем, видно, что ребята вышли в хорошем состоянии, никто так не погрузнел сильно, имеется в виду, что не привезли лишние килограммы, потому что если бы лишнее у кого-то было, сейчас взвешивание, все лишнего у кого нету, они были оштрафованы, это по нашим таким, своим внутренним распорядкам, оштрафованы в хорошем состоянии. Сейчас вот они на протяжении двух дней, две группы уже прошло медобследование, здесь в Воронеже сейчас завтра заканчивается медобследование, третья группа, мы получим объективные данные уже по их состоянию уже объективно, не визуально, а объективно, надеясь на то, что у всех все будет хорошо, со здоровьем и плодотворно они будут начинать проводить передагровые сборы. А вам снова пришлось отдохнуть в этот период, или тоже вы уже думали о том, как будет продолжаться сезон? Ну, вы знаете, специфика тренера такова и руководства клуба, что заканчивая один чемпионат сложно, допустим, то удалось отдохнуть, да, с семьей я на неделю ездил, объекты, олимпийские объекты в Сочи посмотрел, с удовольствием посмотрел, всю неделю, но заканчивая один сезон, все время держишь в голове уже следующий сезон, да, есть проблемы, есть селекционная работа, которая ведется постоянно на протяжении всего сезона, а это особенный период, почему, потому что трансферное окно открывается всего на месяц, и мы до окончания чемпионата прошлого года, осеннего, уже определили с руководством клуба, с президентом клуба, те позиции, которые нам нужно будет усилить, с учетом ротации состава, усилить, дабы создать у нас хорошая команда, добротный костяк команды, для того, чтобы пригласить ребят усилить конкуренцию, и с прицелом уже, что команда в следующем сезоне, в этом спортивном сезоне, 15-го года, начнет чемпионат уже рангом выше футбольной национальной лиги. И с прицелом этого ввела селекционная работа, постоянно мы с президентом клуба, со спортивным директором, все время находились на связи, в контакте обсуждали каждую кандидатуру, и очень взвешенно подходим к тому, кто нужен команде «Факелка», и поэтому ведем такую работу кропотливую. Но сейчас, я так понимаю, уже предварительный план межсезонья появился, то есть, что команда сейчас планирует провести, какие будут сборы, вот немножко расскажите, что сейчас предстоит в «Факе». Ну, скажем так, не предварительный, а план, он был еще сразу по окончанию чемпионата. Уходя в отпуск, уже все знали, все я расписал весь подготовительный период, был согласован с руководством клуба, сроки, место проведения. Единственное, что он остается неизменным, единственное, что изменилось, это места проведения учебно-тренировочных сборов. Связано это с объективными причинами, с экономической ситуацией, сложившейся в стране, с курсом доллара, потому что все было привязка, допустим, зарубежные сборы, все к этому привязывается, к доллару. И при таком скачке, естественно, что бюджет клуба не безразмерен, хотя руководство клуба на данный момент делает все для того, чтобы мы минимизировали и ощущали, что экономический кризис сильно ударил по команде «Факел». Я не могу это сказать, те обязательства, которые президент клуба и клубное руководство на себя брали, они их выполняют, просто мы реально понимаем сложившуюся ситуацию. Пришлось по ходу внести коррективы, если мы планировали 4 зарубежных сбора, то сейчас первый зарубежный сбор через 2 дня мы уезжаем на первый сбор, не за рубеж, а уезжаем на Черноморское побережье Кауказа, сюда в город Сочи. Коррективы мы внесли. Дальше следующий сбор у нас в Турции, первый сбор с 25 по 6 февраля в Сочи, потом ребята получают 5 дней выходных, и с 12 по 24 второй сбор в Турции. В Турции там как раз в эти сроки будет проходить кубок футбольной национальной лиги, и нам бы хотелось там и спарринги сыграть с более сильными командами, вот именно футбольной национальной лиги, чтобы проверить свой потенциал. Ну там у каждого своя история, каждый, во-первых, в официальном турнире они участвуют, команды ФНЛ, и сложность в этом есть по спаррингам. Ну работают организаторы сборов, работают над этими моментами, потому что экономическая ситуация такова, что если раньше везли там 30-40 человек команды на первые сборы, просматривали, отсеивали, там два состава минимум это было, а так порядка 30-40, то сейчас экономическая ситуация, разговаривая со своими коллегами, с тренерами футбольной национальной лиги, со многими, везут игроки в обрез, везут составы, потому что условия изменились. У нас второй сбор в Турции запланирован. Если первый сбор пройдет в организационном плане, и организаторы нам в Сочи предоставят все то, что мы просили, и нас устроят условия, то не исключен, что третий мы опять будем либо в Сочи, либо тогда в Турцию поедем, с учетом ситуации. Последний сбор в Турции, и перед началом чемпионата за 10 дней мы возвращаемся, недельный цикл адаптироваться будем к погодным условиям уже здесь, в Воронеже, на базе, с учетом того, что мы начинаем чемпионат здесь с нашими соседями, Липецким Металлургом, первая игра, будем готовиться здесь непосредственно, недельный цикл здесь на базе у себя. А с вами на сбор сейчас поедут какие-то новички, или пока вы только присматриваетесь? Ну, на сбор с нами едет Мурнин, с которым мы уже подписали, клуб подписал контракт, он уже игрок команды «Факел», и поедут там 4 человека будет на просмотре у нас новички. Но их потенциал мы посмотрим, посмотрим на первом сборе у нас контрольных игр с командами не запланировано, мы проведем между собой две игры, между собой двухсторонние игры, в усеченном по времени отрезках, не полные, по 45 минут два тайма, а немножко короче, потому что на данный момент я не вижу смысла играть в контрольные игры, потому что, выходя из отпуска, еще команда не готова функционально, нужно заложить фундамент готовности, подвести их под это все, потому что эмоциональный фон, играя с командой в контрольную игру, каждый будет стараться, выкладываться там все, и велика вероятность получить никому не нужных на данном этапе травм. Задача заложить фундамент, основу функциональной готовности, а потом уже три сбора, достаточно времени, чтобы на каждом из последующих сборов будет у нас по три контрольные игры, девять игр до, на сборах, до начала чемпионата, и непосредственно, когда недельный цикл перед Липецком, мы здесь неделю будем готовиться, мы проведем за четыре дня еще одну игру, уже такую, где будет основной состав наигрывать, уже мы какие-то определенные моменты, связанные со стартом, десять игр до начала чемпионата, это, я считаю, вполне достаточно. Ну, и хотелось бы поговорить и об оставшемся отрезке чемпионата, понятно, что матча там немножко меньше, чем вот было, но тем не менее, наверное, будет самый интенсивный такой период, потому что уже действительно команда выходит на финишную прямую, и зависит будет в каждом матче, наверное, от результата, кто на каком месте окажется. Вот, как считаете, борьба обострится, наверное, в этом периоде, и что вообще ждать от соперника? Ну, да, мы провели большую часть чемпионата, мы провели уже, из 30-20 игр мы сыграли в осенней части, летней осенней части 20 игр, осталось 10 туров, 10 туров, но календарь у нас, скажем так, не очень простой окончание, мы играем из 10 туров, 6 на выезде, 4 дома игры, но из этих четырех мы принимаем наших непосредственных конкурентов, и Рязани, и там Бог у себя дома. Но это ни о чем не говорит, борьба будет, вы правильно сказали, борьба будет немножко даже больше, вне всякого сомнения, с моей точки зрения, чем была до этого. Ну и до этого нам просто не было, потому что, ну, изначально все прекрасно, все команды, участвующие в чемпионате России, в зоне «Центр», прекрасно понимали и знали, и мы не скрывали этого, что у нас задача одна, выход в футбольную национальную лигу, и команда «Факел» является, и являлась, и фактически является фаворитом этого турнира, да, и изначально все команды очень сильно, ну, скажем так, против лидера, ну, это закон такой, против лидера показать свои возможности, да, да, все, все абсолютно. И у нас не было ни одной простой игры, чтобы мы вот вышли просто, просто легко кого-то обыграли, потому что, как правило, нам сложнее играть, почему? Потому что все команды, практически все команды играют против нас вторым номером, они уходят в глухую защиту, 10 человек, которую взломать сложнее, ну, сложнее в силу того, что 10 человек обороняется изначально, плюс лидер, плюс фаворит турнира, да, и поэтому сложность есть. А сейчас тем более будет, да, тем более уже есть турнирный расклад, и каждый решает свои задачи, тем более. Ну, и наши конкуренты, судя по тому, что усиливаются, не теряют надежды тоже тамбов, которые, идя на третьем месте, отставая на 9 очков при 10 играх, что сложно, допустим, отыграть такую фуру, но, тем не менее, они скрывают, и они надеются на то, что они вклинятся в эту борьбу. Рязань на 4 очка мы опережаем, и здесь будут сложности, и мы прекрасно все это понимаем, и ребята, мы об этом говорим, и все время напоминаем, и ведем эту работу. У нас шапка закидательского настроения не было, нет, и быть не должно. Но решит задачу, мы гарантированно выиграем 9 игр, ну, если брать уж так, что все будет выигрывать Рязань, и мы будем все выигрывать, и тамбов, допустим, тамбов в этой же борьбе, то 9 побед – это гарантированный выход, гарантированный выход. Ну, естественно, что без потерь не может быть, кто-то будет терять очки, там все. Но мы ни на кого не смотрим, мы смотрим на свой уровень готовности, и на свои амбиции, и ребят, и их профессионалист. И у меня есть, ну, я уверен, что мы решим эту задачу. Хотя будет сложно. Последний такой вопрос. Я так понимаю, что все равно мотивация попасть именно на… играть в дивизионе, который на класс выше, да, там, на ступеньку выше, для ребят, наверное, это как бы… Они понимают, что они в следующем сезоне уже могут играть в более высоком дивизионе, как считаете, вот это движет ими, они это понимают, осознают. То есть вот… Ну, первое, что… Я понял ваш вопрос. Первое, что движет ими – это амбициозность. Они очень амбициозные ребята. Многие молодые ребята. Есть ребята, которые немножко опытнее, да, поигравшие в свое время на каком-то определенном уровне. Но из них не так многие что-то выигрывали в этой жизни, да. А выиграть, стать чемпионом, выиграть золотые медали – это движет, движет, самолюбие, чистолюбие, вот спортивное, спортивная составляющая прежде всего. Но это и огромная ответственность, огромная ответственность перед клубом, перед болельщиками прежде всего, перед руководством региона. И получить повышение, как бы там было. Те ребята, которые решат эту задачу, в чем я уверен, они войдут в историю воронежского футбола, да, и играть на более высоком уровне – это престижно. Тем более, что болельщики всегда активно поддерживают. Всегда очень, за что мы очень благодарны. Я и команда вся очень благодарны за ту поддержку, которую мы чувствовали на протяжении всего сезона. Так вы где-нибудь встречали еще, кроме как в Воронежской? Ну, я скажу, что в Воронеже всегда был очень преданный и, скажем так, тонко понимающий в футбол болельщик. Один из лучших в России. Спасибо. Хотелось бы, чтобы болельщики все-таки в этом сезоне порадовали за свою команду. Спасибо вам. Надеюсь на то, что мы не обманим их ожидания. Павел Пантелеевич, спасибо вам большое за подробные ответы на наши вопросы. И мы были в гостях у футбольного клуба «Факел».